Здравия желаю уважаемые гости и подписчики. Продолжаем опыт. Сегодня для отопления пробуем импульсный БТГ на галогене 300 ватт. Заключенные в эмалированную трубу. Как видите, система работает импульсами 1 к 3. Вот она, видите, галоген внизу. Одна секунда он включает импульс и выбрасывает тепло. Вот она труба. Видите, труба. Для чего труба? Для сохранения и усиления тепла. Так стенки, видите, прозрачные. Вот, видите, выбрасывает тепло. Настроенное на шиме и релеоброн. Внизу, значит, галоген 300 ваттный. Таким способом, ребята, как я понял, импульсами лучше топить, чем постоянным. Объяснение я давал там в одной из трансляций. Почему? Потому что вокруг создаётся поле, а когда идёт импульс, то тепло расходится по комнате. Вот, видите, труба и галоген. Галоген на 300 ватт. И вот такая труба. Вот она. Где-то высотой полметра. Подставка. Всё безопасно. Провод выходит, видите, из трубы тут. И передаётся на шим. Шим переменного тока настроил так, чтобы расход тока был на нуле. Но шима было мало, ребята. Я ещё воспользовался реле Амрон. Потому что большой, как сказать, большая тепловая инерция галогена. Поэтому пришлось всё на реле отрегулировать один-трем. То есть, 3 секунды он, значит, ток переправляет назад в электрические сети рептилоидом. А одну секунду он подаёт питание для нагрева комнаты импульсным путём. Расход, как видите, нулевой. Расход нулевой. Вот она система со стороны. Видите, блестящий бачок. И выхлоп выходит тепло вверх. Сейчас мы замерим температуру. Вот. 118 градусов. То есть, вполне нормально. Расход, как видите, нулевой. А температура 118 градусов. А сейчас... Итак, схема, ребята. Труба эмалированная. Бачок для кипячения воды. Вот такой. Тут подставка, чтобы не загорелась. Вот такая подставка к нему. Тут, ребята, я прорубил. Прорубил дырку. Прорубил. И вывел, значит, поставил галоген. Вот такой. На дно. На дно трубы поставил галоген. Вот он. 300 ватт. 300 ватт. Галоген 300 ватт. Так. И вывел провод. Две зилы. Фаза и ноль. Соединил провод, ребята, на СИМе. СИМ. Буква С. 230 вольт переменного тока. Так. Закрутил ручку. Отрегулировал. И вывел с СИМа два проводка. Один на прямую. Нулевой. А второй на реле Амрон. Вот так. Вот так подключил реле Амрон. Разделил. Вот видите, разделение. Вверх. Одна секунда. Мы включаем питание. Включаем питание. А три секунды, ребята, работает на самозапитии и отдаёт ток. То есть на своей тепловой инерции. Это, ребята, по схеме по схеме Канарёва три секунды это у ней скважность. Я называю это тепловая инерция. Канарёв называет скважность. То есть работа на скважности. Импульс и потом ещё три импульса следом идут уже по инерции. Это скважность. А здесь у нас, ребята, 118 градусов, как видели. Сейчас ещё замерим, чтобы поточнее. Не, ребят, не 118. Видите, 150 считать, 143 градуса. То есть надо тут замерить ещё проблема. 143 градуса, значит, стало. Но это может ещё из-за того, что она прогревается, она может до 200 дойдёт. Но ещё пока 143, ещё вечером можно померить. не вечером, через часик, пусть час поработает. 143 градуса, ребята, расход нулевой. 0 Ватт. То есть схема работает за счёт релеоброн и шима. На своей тепловой инерции. Как вот говорят, реактивный ток, сама индукция. А на самом деле, ребята, это тепловая инерция, которую вырабатывает ток вот этот вот галоген. 300 Ватт. Значит, 143 нагрев, расход тока 0, и можно прогревать большие помещения. Именно на импульсе, ребята, верно всё греется. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok